На часах 20.00. Владимир Андреев, последний голосующий на избирательном участке номер 109, расположенном в молодёжном центре «Факел», пропустить важное политическое событие мужчина не мог. Просто мы только что самолёт со спартакиадой поехали. Посмотрели, ехали, успевали. Думали, надо зайти, узнать, успели. Проголосовать надо. Если нет, мы уже начать не успели. Зашёл, успел, проголосовал. Последний бюллетень опущен в электронный ящик. Двери участка закрывают на замок. Впереди у членов избирательной комиссии самые ответственные часы работы. Сначала идёт сверка всех данных, затем подсчёт неиспользованных бюллетеней и их уничтожение. В этом году на трёх участках в Губкинском впервые установлены КАИБы – комплексы обработки избирательных бюллетеней. Электронный подсчёт голосов существенно сократил время работы членов комиссии. Сами видели, что протоколы довольно-таки быстро подсчитываются, нет ручного подсчёта. И данные были получены довольно-таки оперативно. Время просто занимает проверка всех данных по актам. Оксана Иванова – председатель участковой избирательной комиссии номер 109. На выборах работает с 2003 года. С электронным подсчётом голосов – впервые. До выборов председатели участков, на которых установлены КАИБы, прошли специальное обучение по работе с этими аппаратами. Однако всё равно переживали, сможет ли точно машина подсчитать бюллетени и сойдутся ли данные. В КАИБы после закрытия избирательных участков были опущены и бюллетени из переносных урн. Действительных бюллетеней – 1,257. Недействительных бюллетеней – 36. Обработано в стационарном режиме – 1,276. Цифры сошлись, голоса подсчитаны. Результаты переносятся на увеличенный протокол итогов голосования. Работа на этом участке завершилась к полуночи. А в детской библиотеке, где расположился 103-й избирательный участок, к этому времени только начали разбирать бюллетени. Затем по старинке члены комиссии приступили к оглашению результатов по каждому документу. Начали с бюллетеней, в которые были включены партии. Единая Россия. Справедливая Россия. Единая Россия. Недействительный. Подсчет голосов на избирательных участках продолжался до утра. В оперативном режиме данные поступали в территориальную избирательную комиссию. Юлия Голына, Денис Гонцов, Новости Губкинского. Как передает Вести Ямал, в Губкинском проголосовали 62,74% избирателей. Больше всего избиратели пришли на участки в Красноселькопском, Ямальском и Шурышкарском районах. Именно они возглавляют первую тройку муниципальных образований округа с наибольшей активностью избирателей. В них явка составила 96, 90 и 88% соответственно. Также более 80% избирателей проголосовали в Тазовском и Пуровском районах. 87 и 82% соответственно. Жители городов показали меньшую активность. Так, в Салихарде самая низкая явка проголосовали 50,5% избирателей. В Лабытнанге проголосовали почти 59% и в Ноябрьске чуть более 61%. В среднем явка избирателей по округу составила 67,97% голосов. Из этого числа за Единую Россию проголосовал 71% избирателей. Как сообщает Северпресс, в ЗАГС собрания прошли все парламентские партии. Не преодолели 5% барьер партия за справедливость и Родина. Если же говорить о предварительных результатах голосования в Губкинском, то по партийным спискам на выборах депутатов ЗАГС собрания Ямала наибольшую поддержку, по данным территориальной избирательной комиссии, получила Единая Россия. У нее 68,15% голосов. Либерал-демократы набрали 13,66%, коммунисты 7,78%. У партии «Справедливая Россия» 6,31%. Партия за справедливость и партия Родина набрали меньше процента голосов. Среди кандидатов в депутаты ЗАГС по Губкинскому одномандатному избирательному округу номер 10. Лидером по предварительным итогам стал Виктор Казарин. За него проголосовали 64,78% губкинских избирателей. Вера Шмякина набрала 13,55%, София Мишук – 12,16%, Виктория Канова – 6,64%. А теперь о кандидатах в депутаты Городской Думы. По многомандатному избирательному округу номер 1 Михаил Телижин набрал 75,83%. У Эдуарда Колташова – 71,12%. У Василия Скоропада – 70,74%. Алексей Глухов набрал 69,23%. Ирик Насыров – 69,12%. Это первая пятерка. Далее 62,25% у Елены Швалевой, У Айшат Нажмудиновой – 19,42%. Мария Яндемирова набрала 10,82%. Ольга Талалуева – 8,26%. По многомандатному избирательному округу номер 2 наибольшее количество голосов набрали. Тамара Полякова – 66,65%. Фанис Нигматуллин – 58,33%. Алексей Колесников – 53,84%. Сергей Столяров – 53,82%. И Николай Чепсанов – 53,71%. У Александра Гулака – 48,57%. У Натальи Шлемкевич – 46,83%. По многомандатному избирательному округу номер 3 в числе лидеров Юрий Зайцев – 71,9%. Сергей Сличный – 57,48%. Сергей Коляда – 56,38%. Сергей Шашмурин – 53,88%. И Оксана Малокоедова – 51,58%. У Динара Хабибулина – 15,04%. Диана Нестерова набрала 12,24%. София Мишук – 10,91%. Напомним, таковы предварительные итоги голосования в Губкинском. Об официальных мы расскажем в следующих выпусках новостей. Субтитры создавал DimaTorzok